Всем здорова, вы на канале Автосовет, с вами Юрич. У нас сегодня на обзоре, точнее на не обзоре, 84-й кузов от BMW, это X1 в народе, рестайлинговая версия. Чем она примечательна? Это комплектация Sport на двухлитровом моторе, к сожалению, не дизельным, но это N20 серия. И мы сейчас постараемся разобраться, пригоден ли этот мотор по отношению к другим BMW-шным технологичным и очень хорошим моторам. Насколько этот мотор лучше их, насколько эта машина в принципе пригодна для того, чтобы эксплуатировать по бездорожью, потому что этот автомобиль на самом деле позиционируется именно как кроссовер. Хотя в Германии они создавались для того, чтобы с комфортом можно было ездить по автобанам с очень большой скоростью. Ну и давайте приступим. Нам в этом поможет замечательный владелец Евгений. Я бы хотел сделать небольшой анонс. В этом видеоролике у нас будет розыгрыш вот таких вот наушников Hillary NanoPods. Жень, скажи, сколько владеешь машиной и на каком пробеге брал и за сколько бабок? Короче, владею 3 года. Брал я ее на пробеге, по-моему, то ли 12, то ли 13 тысяч. Навье. Совсем она была новая, да. И брал я ее за 1 753 миллиона, что-то такое. Машина 2013 года, она, естественно, местами красилась. Сколько здесь разгон? По паспорту я знаю около 7,9 секунд. 7,9. В целом, да. Не чиповал ты ее ничего? Ничего, если не делал. Она в стоке. И да, еле где-то там 7,8-7,9. Для города вполне себе. Да, у нее просто хороший подхват. С нуля она как бы разгоняется весело. То есть там до 60 в городе вообще легко проезжаешь без проблем. То есть, ну, чтобы поток обогнать, это... Для тех, кто не знает. Двигло, во-первых, N20. Это турбовый двигатель изначально. У него было две модификации всего. 20 и 28. 20 на 184 силы, 28 он на 245, если не ошибаюсь. Да, там твинскрольная турбина стоит. Что интересно с этой машиной, то, что она небольшого размера, но по салону объема там выше крыши. Изначально мне автомобиль уже очень сильно импонирует. Поэтому, Жень, расскажи, что за комплектация, что сюда входит и почему она редкая. Потому что вот на данный момент, на самом деле, на вторую, если открыть даже всю Россию, таких автомобилей очень маленькое количество есть. Ну, честно, я в интернете не читал, не смотрел. Я не знаю, почему конкретно этой модификации просто было выпущено не так много машин. Куча машин, естественно, ездит в комплектации простой, обычный, самый там дешевый, я не знаю, как она... Барабан. Барабан, да. И вторая есть бизнес, которая идет там с экранчиком внутри, у меня как бы его нет. И есть вот эта комплектация, которую как раз тоже я искал. Я как раз, когда покупал машину, убирал между трешкой и X1. И там у бывшей девушки так получилось, у меня была X1 белого цвета в бизнесе как раз. Я на ней покатался, мне все понравилось. Просто до этого у меня были Subaru. И последняя была Impreza, вот этот Тикачу, который, ну, струбленный, постоянно замучила меня вот это подъезжание к бордюрам. То есть, езжай зимой, вроде полный привод. За бампером следить. Да, то есть там все снизу было истарапано, а здесь как бы можно парковаться спокойно. То есть, бампер, в смысле, в бордюр паркуешься спокойно, проблем вот с этим нет. А отличается она комплектация просто, ну, да, диски идут, вот эти вот 18-е, идет... Ты самое главное не сказал, тут сиденья просто мега крутые. Мы сейчас зайдем внутрь, и я покажу, там очень крутые сиденья. У меня вопрос такой, сколько пробег у тебя здесь? 80. 80 тысяч километров, это родной или скрученный? Нет, родной, ничего не крутил. Будешь крутить, когда будешь продавать? Да, честно говоря, я ее не собираюсь продавать. Красавчик, но не ответил, что крутить не будет, кстати. С мотором были у тебя какие-то проблемы или нет? Абсолютно. Знаешь, вот, не знаю, так везет. Немного в моей жизни было машины, и в основном были как раз японцы. Вот, поэтому я вообще первый немец, на котором я езжу, поэтому с японцами вообще, знаешь, бензин наливал, заливал и все, и пользовался машиной. Ты, наверное, просто думаешь, что это до сих пор японец, поэтому она не ломается. Здесь, кстати, клиренс 198 миллиметров, непонятно почему не 200, но для компактного кроссовера 198 это прям вообще гуд. Это очень классно. Абсолютно. Понятное дело, что 198 это не от бампера, а это от нижней точки, скорее всего, этой нижней точкой является точка картера двигателя, как правило. Не, так машина достаточно резвая, удобная. Кстати говоря, наведи быстренько на икса. Если хотите, вот, если хотите посмотреть видео с вот тем вот дизельным X5 M, между прочим, то можете перейти по ссылке, там этот видос обязательно будет, зацените. Капот дернем, посмотрим, что там внутри. На самом деле смотреть особо нечего, но тем не менее. Значит, товарищи, не устаю повторять, мотор в абсолютно нормальном техническом рабочем состоянии, именно так должен выглядеть любой мотор любого автомобиля. Не должен он быть чистый, блестеть, это не салон, вам здесь не ездить и вы сюда руками-то не лазите. Да и чаще всего те, кто как раз моют под капотом, они как раз меньше всех и соображают, как нужно содержать автомобиль в техническом состоянии. N20 двигатель, про него что можно сказать? Этот двигатель у BMW наиболее, скажем так, нормальный, но с небольшой оговоркой, после рестайлинга. Здесь куча модификаций этого двигателя есть, я имею в виду куча рестайлингов. Эти движки ставились и на бэхи, пятерки, и на иксы, и на третий, и на вот эти вот, на кучу машин на самом деле. Как и про все моторы BMW, в принципе, лучше бы он был дизельным. Это нормальный мотор, но единственная рекомендация, его нужно брать после рестайлинга. И там уже все детские болячки этого двигателя, практически все, они устранены. Проблема всех движков, практически, BMW бензиновых, нового поколения, я имею в виду, это чрезмерная температура. Как вы только приехали, а человек проехал там от мойки 10 минут, ты открываешь капот, и тебя прям веет горячим очень воздухом. Про коробку забыл сказать. Карабас стоит на рестайлинге восьмиступенчатый, уже обычный классический гидромеханический карабас. На дорестах шестиступка стояла. Естественно, предпочтение восьмиступки отдаем, разгоняется резвее, расход поменьше будет. Расход, кстати, сколько, Жень? Ну, выше 12 у меня ни разу не было, никогда, вообще никогда не было выше 12. Товарищи, что можно сказать по салону? На самом деле, здесь двоякие впечатления, меня, во всяком случае, встречают. Почему? Здесь очень хорошее качество отделки. Вот эта вся история мягкая, но вот здесь вот она дубовая. Опять-таки, козырек, как у меня на Кашкай за 500 тысяч рублей, здесь это барабан. Первый раз у BMW вижу, чтобы козырек был барабанный вот такой вот. Ну, вы в микрофон, я думаю, чувствуете. В то же время, нас здесь встречают офигительные просто сиденья с этим самым, с вылетом, мать их, для коленей, для того, чтобы вам было комфортабельнее сидеть. Такие сиденья, они в комплектации спорт всегда встречаются. И эта комплектация, я могу сказать, как по салону, так и в принципе, она приветствуется больше других. Сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой, вы можете посмотреть, оператор сейчас покажет, насколько она выпирает. И это, на самом деле, создает такое впечатление драйва. Очень удобные сиденья. В то же время, на эти сиденья ставят вот такой вот конченый дермантин, который также встречается у нас на X3, который выдать за кожу даже при большом желании абсолютно не получится. Вид это создает абсолютно отвратный, на мой вкус. Не хочу обидеть владельца. Вот, но я говорю честно. По поводу, значит, кожи на руле, он тоже такой же вид дает, она достаточно грубая, но я понимаю, чем это обусловлено. Здесь пробег 80 тысяч, и руль в идеальном состоянии сохранился. Поэтому, опять-таки, по моему мнению, пусть лучше будет вот такая вот дубовая кожа, но она будет офигенная, которая будет ходить 200 тысяч до слизывания. Мне прям эта история очень сильно нравится. Что сказать по поводу вместительности? На самом деле, вот, владелец практически такого же роста, как и я, но, может быть, чуть-чуть поменьше. Здесь сидеть очень и очень удобно из-за вот этой поддержки, из-за типичных BMW-шных сидений, которые во всех автомобилях просто превосходные. Для вождения они просто отличные. Что дальше? Несмотря на то, что эта комплектация очень даже ничего себе, потому что встречались и похуже. Здесь разве что не ставили кондиционеры, здесь всегда бывали климаты, но бывало и рули без кнопок, что создает очень безликий, на самом деле, образ. Здесь точно так же нет монитора, что мне очень в немецких машинах не нравится. Это то, что они постоянно жмутся. Вот они щемятся, как пёси анус в этом плане. Потому что вы берете машину за лям, сука, 100, и вы не получаете монитора. Вам смотреть некуда. Здесь мониторчик вот такой вот маленький. Вместо монитора у вас здесь что? Хлебница, блядь. У вас просто хлебница. Дальше. О! За вот эту историю, за вот эту историю, которая у нас в подлокотнике прячется аккуратно, вам пришлось бы, когда вы покупаете новый автомобиль, доплатить. Потому что с капхолдерами в этих иксах на самом деле очень большая проблема. Он здесь один, как вы можете заметить. И для американского рынка вот эти штуки, они в крайней степени были ходовые. Потому что они любят очень жрать за рулем. Поехали к задним пассажирам. По поводу рулежки. Я проехался на этом автомобиле. Рулежка на спорт-версии намного лучше, чем на обычной версии. Это раз. Но опять-таки, если вы пересаживаетесь на BMW с другого автомобиля, или никогда не эксплуатировали марку BMW, то даже на обычной версии вы можете заметить, что рулежка на Бэхе прям отменная. Она и лучшая в классе, и в принципе очень хорошая. Она очень острая. По поводу кнопок управления зеркалами боковыми и стеклоподъемниками. Они нормально, удобно расположены. Вам не нужно руку. То есть рука прямо сама к ним тянется. Единственная проблема, что если у вас длинные, скажем, пальцы или большая рука, то вот этот вот скос, дебильненький, он мешает на самом деле. То есть вам приходится водительское и заднее левое пассажирское сиденье вот как-то изощряться и открывать. Потому что с комфортом это сделать нельзя. Очень сложно туда палец просунуть. Действительно. А сзади, как ни странно, нас встречают одни плюсы. Я дверцу прикрою. Как на Жигулях прям дверь закрывается. Короче, сзади нас встречают плюсы. Почему? Во-первых, потому что места дофига. Это очень компактный кроссовер. Но при том, что впереди, как вы видели, сидел я, у меня еще место. Ну вот в подколеннике оно не упирается. И сидеть здесь очень много места. Поэтому за это однозначно лайк. Подлокотника нет. Опять-таки, блин, странно. Но это дорогая очень машина. Это все-таки премиальный немецкий бренд. Почему нет подлокотника, непонятно. Вы, наверное, задавались вопросом, почему в начале видео у меня была вот такая вот рулетка в руках. Она нужна вот для чего. 20, практически 20 сантиметров. От полика до верхней части вот этой истории, по которой идет кардан. Об этом стоит сказать, потому что эта штука очень высокая. Трем взрослым людям здесь сидеть нереально будет. Очень тяжело и прям очень стесненно, на самом деле. Здесь явно заднее сидение, задний диван, он рассчитан под двух человек. Также, что хотелось бы отметить, несмотря на премиальность, в принципе, в целом этой марки, мы здесь не видим обдува задних пассажиров, что для меня, опять-таки, в голове не укладывается. Вот есть такие вещи, которые очень странные. У того же Golf, который вы можете увидеть, опять-таки, по ссылке, у него есть. И стоит он дешевле в два раза на вторичном рынке. Сзади, на самом деле, нас встречает достаточно большое количество плюсов по нескольким причинам. Багажник, к крайней степени, объемный и большой для такого класса машины. Я думал, из-за того, что сзади было много места, в багажнике будет места мало. Здесь много места. И, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте в комментариях. Багажник здесь объемом около 450-460 литров. Небольшое отступление. Выемки под докатку или под запаску нет. Сделано это, понятно почему. Потому что здесь стоят колеса Run Flat. И ставятся они не просто так, потому что BMW вам вдруг тут решила, что офигенная тачка и на все бэхи надо ставить Run Flat. Потому что вы сможете доехать, если вы чистоплю какой-то, руки не запачкав, чтобы не менять колесо. Сделано это не для этого, а для того, чтобы просто эти колеса дороже стоили, вы побольше бабок отваливали. Именно по этой причине под запаску места нет. Ну, в принципе, можно взять шуруповерт. И вот у вас есть центровка здесь. Это знак не просто так сделан. Сюда просверлить спокойно отверстие. Где-то, я думаю, диаметром миллиметров 7-6. И приколхозить, значит, на большой винт запасное колесо. Таким образом вы будете похожи на Toyota RAV4. Товарищи, такой видос получился. Понравился, ставьте лайки. Не понравился, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и удачи.